Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня у меня будет видео, видео рецепт кабачковой икры. Я ее готовлю без уксуса и без майонеза, закатываю в баночки. И так повелось у нас в семье, что готовлю кабачковую икру всегда я. Сейчас я все вам покажу, как я ее готовлю и что я делаю. Почему готовлю я? Потому что моя мама пробовала как-то делать, но у нее взорвались все банки. Методом, скажем так, проб и ошибок я все-таки поняла, почему иногда взрываются банки. И сегодня я вам все это расскажу, все нюансы. Так что сейчас я вам покажу все ингредиенты. Итак, вот все наши ингредиенты. Значит, естественно, сами кабачки. Ну и давайте начну я сразу с кабачков. Почему взрываются иногда банки. Точнее, почему они могут взорваться. Так как в рецепте нет уксуса, да, соответственно, все должно быть, ну скажем так, идеально, да. Я пробовала делать из белых кабачков. Знаете, такие, когда кожура белая. С них, может быть, потому что они долго не хранятся. Может быть, мне попался такой сорт. Не знаю. Но с белых кабачков банки взорвались. Я всегда делаю вот из таких зеленых. Ну, в принципе, мама у меня всегда их сажает, потому что они долго хранятся. Скажем так, не портятся. Бывают кабачки, да. Вот, понятное дело, что сразу, ну, по крайней мере, мы столько не снимаем. То есть, мама снимает несколько штучек. Там мы кладем в кладовку и подкапливаем большое количество. И потом делаем кабачковую куру, да. И бывает, когда кабачки лежат или уже на самой ветке, вот здесь вот они становятся мягкими. То есть, кабачок начинает портиться, да. Или где-то, у меня сейчас просто грязно, я только с грядки сорвала. Или бывает, где-то вот здесь, да, начинает вот портиться. Такие кабачки не подходят. Банки взрываются 100% и спробовано. Значит, только хорошие кабачки. Также хочу сказать, что эту кабачковую куру не обязательно закатывать в банки. Вы можете сделать из небольшого количества в кастрюльку и просто кушать, да. Тогда вам все равно, какие кабачки. И все эти нюансы вам, соответственно, не нужны. И теперь сам рецепт. Я его напишу вам внизу в инфобоксе. Но сейчас просто проговорю его. На 1 кг очищенных кабачков. То есть мы очищаем полностью от кожи и внутри от сердцевины, от семечек. Мы берем 2 средних морковки, да, ну, примерно вот таких 2 штучки. 2-3 головки средних, ну, примерно вот таких вот 2-3 штучки репчатого лука. Полстакана масла растительного любого. Полстакана томатной пасты. Душистый горошек, вот такой перец. Но его нужно будет размолоть 10-15 штучек. Черный перец, ну, а, соответственно, соль, сахар по вкусу. Также я закручиваю вот в такие баночки. Разные, да. Ну, у меня какие, грубо говоря, какие есть. Вот такие, такие. Что по поводу банок? Значит, помимо того, что банки должны быть... Вот у меня еще грязная банка, да, я их буду мыть уже в процессе. Банки должны быть чистыми. То есть, видите, вот здесь вот по ободку бывает такое, что вот от крышек или еще от чего остается грязь. Вот этого не должно быть. То есть, все должно быть обязательно чистенько, чтобы у нас кабачковый экран не взорвалась. И крышки. Вот, например, старая крышка, да. Я не беру никогда старые крышки. Всегда новые крышки. Все должно быть чистенько, стерильно. Баночки стерилизуем, потом еще и кабачковый укр. В этих баночках мы снова будем стерилизовать. Ну, я вам обязательно все покажу. Ну, и начну я с того, что почищу кабачки. Так, давайте посмотрим. Поехали! Продолжение следует... Продолжение следует... Нарезать и взвешивать. Вот у меня здесь стоят весы и в эту мисочку буду взвешивать. Также я забыла сказать, что кабачки, морковь и лук мы будем обжаривать. Поэтому я нарезаю такими любыми кусочками, какие придётся, для того, чтобы потом просто обжарить на сковороде и, соответственно, на масле. И чищу я вот так вот хорошо, чтобы внутри не оставалось никаких косточек. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, вот я порезала кабачки, вот примерно вот таким образом. У меня получилось 6 килограмм кабачков, мама еще мне добавляла, и теперь я их обжариваю на растительном масле до полуготовности, вот я сейчас покажу. Ну, даже не полуготовности, почти до готовности, вот они вот такие вот, получается, почти готовые. И на 6 килограмм у меня получается 10 луковиц, но они разного размера, то есть побольше, а так должны быть средние луковицы, примерно вот такие. И вот такое количество морковки. Как я сказала, уже 2 морковки должны быть, средние, примерно вот такие вот. И теперь буду нарезать лук, а морковку на крупной терке буду тереть, чтобы она тоже прожарилась и была готова. А лук можно нарезать любым, как вам удобнее. Я обычно крупно нарезаю. И теперь пока у меня обжаривается, я вот эту часть сейчас буду вот таким погружным, то есть то, что у меня обжарилось, я буду погружным блендером делать из этого пюре. Лук с морковкой мы тоже обжариваем практически до готовности, главное, чтобы ничего это не пригорело. То есть, в принципе, вот у меня уже морковка практически готова. И я ее также отправляю вот сюда и также размаловываю вот этим погружным блендером. Итак, вот мы перемололи все ингредиенты, но вот этим погружным блендером, который я делаю, да, получается, ну, во-первых, я не очень хорошо перемолола, да, но все равно получается вот комочками. То есть, масса неоднородна. Нам нужно сделать массу, как детское пюре. И делать я это буду при помощи вот такого блендера, который идет для смузи, коктейлей и так далее. Если вот в таком виде протушить и закатать, то банки взорвут. Вот у меня мама пробовала делать, она не стала вот таким блендером, только погружным. И у нее все, все банки повзорвались, так как у нас нет уксуса здесь. И вся, скажем так, вкусность этого рецепта как раз заключается в том, что нет уксуса и он получается как покупной. Поэтому мы сейчас будем все это перемалывать вот в этом блендере. Почему я вначале беру погружной? Потому что количество у меня большое. И если я сразу все начну перемалывать вот в этом блендере, а я так уже пробовала делать, то вот этот блендер перегревается, то есть он не выдерживает, так как масса сама по себе теплая. Ждать, когда она остынет, у меня нет времени. Поэтому я делаю именно вот таким образом. Все это буду перемалывать и переливать уже в другую кастрюлю. Хочу вам показать, вот это, это то, что я размалывала вот этим погружным блендером. Конечно, можно лучше размалывать, совсем чтобы не было вот таких крупных частиц. Но все равно по итогу, сейчас я ложечку вам поцеплю. То есть по итогу, видите, вот такие вот получаются комочки. Все равно они есть, эти комочки. И теперь я покажу то пюре, которое у нас должно получиться. Вот такое, видите, как детское пюрешечко. Все равно есть небольшие комочки, но они у нас разварятся и будет вообще просто пюре. Если вы, как я уже говорила, что можно эту кабачковую икру не закатывать в банках, а сделать себе только для еды, да, чтобы просто в кастрюльку сложить и скушать, то тогда вам, в принципе, не нужно вот, грубо говоря, париться, чтобы была вот такая консистенция. Но она именно как магазинная. То есть в магазине она именно вот такая. У меня вот этот погружной блендер был у меня другой до этого. Витек, он тоже не делал вот именно, чтобы было вот такой вот у нас, да, такой масло не делал. Он тоже мне делал вот такую с комочками. А вот этот именно, который для коктейлей, да, идет. У меня эта марка... На самом деле, я даже не знаю, какая это марка, потому что у меня тут, видите, все постерлось уже много-много лет. У него очень хорошие ножи, стеклянная вот эта чашка, очень классная. И вот в ней я все вот так вот перемалываю. Наполняю я ее не до верха, иначе перегревается. Тоже где-то примерно, ну, чуть-чуть побольше еще кладу. Значит, у нас здесь 6 килограмм кабачков. Я буду добавлять 3 банки по 360 грамм томатной пасты. По родному рецепту, я не знаю, сколько в граммах, было написано полстакана на килограмм кабачков. Полстакана томатной пасты. Полстакана растительного масла. Но я буду добавлять 600 миллилитров растительного масла. Я, в принципе, всегда делаю на глаз. И теперь это все хорошенечко нужно размешать. Значит, на килограмм это у нас перец душистый, душистый горошек. На килограмм нужно 10-15. У нас нет, к сожалению, ни кофемолки, ничего такого, поэтому мы будем размалывать. В принципе, все равно можно, чтобы и был вот такой крупный. Добавляем сюда. И теперь соль, перец по вкусу. У нас все время солят и перчат муж на глаз. Да? А сколько ты добавляешь соли? На глаз. Например? Где-то 3 столовые ложки. А, да, еще забыла, кстати, сказать, что нужен сахар сюда. 4 столовые ложки. И черный перец. И теперь мы вот эту всю массу будем ставить на огонь, на маленький. Постоянно помешивать, чтобы она у нас не подгорела. Обязательно она должна не подгореть. И будем тушить, ну, наверное, где-то, как минимум, минут 40. Она будет булькать, и ее нужно поэтому постоянно мешать. И вот так вот я ее постоянно, постоянно помешиваю, чтобы она не подгорела. Вот видите, она какого цвета становится. Она уже, уже очень вкусная. Вот мы ее проварили. Она у нас сейчас горячая. И простерилизовали тоже банки. И сейчас буду в горячей банке горячую икру складывать и стерилизовать. И теперь ставим стерилизоваться в духовку с накрытыми крышками. Обязательно, чтобы здесь не образовалась корочка при температуре 105 градусов на 30 минут. И вот после того, как я их достаю из духовки, эти банки, я, ну, соответственно, закрываю плотно крышкой. Вот так переворачиваю. И укутываю полотенчиками, чтобы они горячие, простояли, ну, где-то сутки они примерно стоят. И они постепенно остывают там. И после этого уже убираю в прохладное место у меня эта кладовка. Я надеюсь, вам понравился такой мой рецепт кабачковой икры. Я очень вам всем советую сделать ее, попробовать хотя бы кастрюльку, там, небольшую для того, чтобы скушать просто так. Вот такой объем кабачковой икры. А у меня получилось 6 900 граммовых банок плюс 1 500 граммовая. И еще я оставила на еду, ну, примерно тоже 500 граммовую баночку, потому что меня очень-очень ее любят. Так вот, такой объем я приготовила примерно за 5 часов. В принципе, это, ну, достаточно, как сказать, наверное, долго, да, потому что 5 часов практически безотрывно я стояла на кухне. Но поверьте, это стоит того. Это действительно очень-очень вкусно. Я могу сказать, что все мои мужчины в семье не едят кабачки в любом виде, кроме вот этой кабачковой икры. Эту кабачковую икру у меня готова есть все просто ложками. Я вам очень рекомендую, обязательно попробуйте. И напишите мне в комментариях, как вам понравилось или не понравилось. Ну, а я всех люблю, целую и до новых встреч!